Добрый день! Сегодня анбоксинг. Это кубик 5х5 компании ЧАИ ВАЛК 5М Этого кубика я ждал. Несмотря на то, что мне не очень понравился кубик ВАЛК 2 он как бы хороший, но не совсем мое. Я до сих пор тестирую кубик ВАЛК 4 провожу неофициальные чемпионаты в Тамбове и вот собираю им и каждый раз грущу, что все-таки я не взял с собой АОСУ на этот раз. Ну, из недавнего ВАЛК 3М обновленный ВАЛК ну, просто в него добавили магниты. Он как бы тоже неплохой, но все же это старый кубик двух-трех летней давности просто с добавленными магнитами. Но ВАЛК 5 я ждал. Да, он так внезапно отсюда появился. Давайте все-таки к коробочке вернемся. Коробка в стиле предыдущих головоломок 2, 3, 4. Все такой же. Открываем. Здесь бокс. Такой же, наверное, по размеру, как у четверки. Вот там пакетик остался из-под кубика. Ничего интересного. Коробочку я по обычаю не вскрывал. Хотя кубик достал. Вскроем вместе. А кубик я немножко уже покрутил. Давайте сначала со всякой тут бижутерии разберемся. по тому же кубу. По традиции нас здесь встречает тряпочка и куча бакулатуры. Мацфолк. Картинки, 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 картинки. И, как мы помним, уже разобрались. Вот эти более плотные. Это карточки. А более тонкие. Это наклейки. Куда я их себе наклеить буду. Хотя я знаю, куда я наклею. Не наклею, я их сложу обратно в эту коробочку. В ту коробочку. В ту коробочку. А ту коробочку на полочку куда-нибудь. И так оно и будет. А вот на этих карточках у нас позади должна быть еще какая-нибудь инструкция. Да. Что-то даже по 5 на 5. Росписи. Какие-то приветственные слова. Какие-то простейшие сведения по сборке. Ну и хорошо. Ничего нового. Ничего сверхъестественного. Этого мы, скажем так, и ждали от комплектации ВАЛК-5М. Бокс тоже туда. Было никак. Коробочка сбоку. Все плотненько. Эргономично. Бокс, как всегда, хороший. Но, как показала практика, я ни в одном кубике ни разу больше не использовал по назначению. поставим вот так вот на фон рядом с ганновским Мегаминксом, кто не заметил. И перейдем к самому кубику. Размер. Внезапно также появляется Ау Чанг ТС. Примерно такой же размер. Это уже потрепанный, на нем больше тысячи сборок. Но Ау Чанг сразу мы видим такой, более округлый по краям. Здесь он более острый. Что сразу визуально бросается в глаза, по размеру отверстий примерно одинаковый, может быть, чуть-чуть побольше валка. Кверснотальный логотип. Давайте перевернем. Тут-то без разницы. Внутреннее строение похоже на четверку. Но я имею в виду то, что здесь неокрашенный пластик и пластинки. Ну, для центров. Неокрашенный пластик и пластинки. Вот эти вот ребра и углы, они все-таки цветные элементы. У четверки уже тоже были из неокрашенного пластика. Если это видно. То есть углы и ребра тоже облицованы пластинками. Здесь же увидеть, да, ребра и углы полностью из цветного пластика. А вот центры на основе из неокрашенного. Ну, это все понятно. Кубик там углы режет, размер его. самое важное это что? Это то, что наконец-то появилась альтернатива на топовом уровне Аучангу. Да, есть в клубе Юксин. Литл Мэджик магнитный. Но он все-таки средней ценовой категории, ближе к бюджетной. И, как я уже говорил, на Юксине пусть он хорошо крутится, у меня время получается больше. Видео наверное все-таки еще не вышло. Так что вы этого не видели. как-нибудь потом я его выложу. То есть Юксин Литл Мэджик анбоксинг есть, когда-нибудь увидите. Тогда я про него вспомню, что надо выложить. Ну, так вот. Валк. Я открутил уже сборок 20 и я остался доволен. Редкий случай, когда я остался доволен, продукции компании саббренда Валк. То есть из этих кубов у меня еще ни один, кроме Валк Павер М в те времена, когда он вышел, ни один полностью не удовлетворил. Четверка, да, она была лучше, чем Вукуе Мини магнитная, но все же все же как-то АОСу ближе. Ну, я продолжаю. Еще ты еще не открутил, буду крутить дальше. Здесь же с первых вращений все хорошо. Если мне четверку пришлось затягивать, для того, чтобы более комфортно крутить, то есть я открутил сборок 100 и затянул чуть-чуть. Посмотрим, что как. Пока не очень. Этот кубик я в итоге АОЧАН ослабил после большого количества сборок. почистил, ослабил. На таком уровне он сейчас остается 1370 что ли на минут у меня на таймере. Здесь же из коробки он сначала был такой немножко вязкий, но стоило добавить несколько капель мару и все. Уп, стал хорошим. Он четкий, сила магнитов приемлемая, достаточная, скажу так, то есть не слабая как на Юксине и не слишком сильная. Ну, к четверке я уже привык, поначалу оказалась слишком сильной силой магнитов. Обращу внимание, что четверка выпускалась в двух версиях. Стронг сильный магнитов и стандарт обычный. Здесь я такого не заметил. Посмотрим, конечно, на коробочке сзади, но ничего не пишут и как бы не анонсировалось две версии. Вот здесь, конечно, по-китайски что-то написано про это, но и китайским не владеют. Ну, с коробочкой мы можем видеть, что он все-таки выпускается в черном пластике, в белом и в цветном. Как у нас. Много разговариваем, давайте собирать. Соберем потихоньку и не спеша. Честно, прям вот с первых десяти сборок прям все хорошо было. Это действительно редкий момент, когда у меня большой кубик прям так быстро устраивает. То есть я вот четверку сотку крутил, прежде чем к видео приступить. Здесь хватило и двадцати сборок. То есть с кубиком все понятно. Кубик удался. Как бы не перехвалить, но когда кто-то делает что-то хорошо, ее похвалить-то не жалко. не попнул, не особо не лакапил. Все, вот центр мы собрали. Собираем дальше. то есть если я тестировал когда Yuxin Little Magic там мое среднее время сразу было сильно хуже, чем на Алучанге. Здесь нет примерно такой уже. Я думаю если я покручу побольше она будет даже лучше. Новый клуб всегда стимулирует к тренировкам. А вот как раз через недельку чемпионат в Воронеже и там я скорее всего ну не скорее всего а точно буду собирать Волк 5. А почему Бенит? Я вряд ли откручу к тому времени много сборов на нем. Он уже хорошо себя проявляет. Да конечно я покрутив вот этот кубик взял потом Алучанг и он более быстрый такой весь хороший активный привычный но на нем более 1000 сборок и он притерся а этот кубик из коробочки то есть он совершенно новый и соответственно не притертый поэтому у него все еще впереди но даже сейчас уже я на нем собираю на том уровне который меня устраивает то есть это сильно меньше двух минут и если я обновлю 5 на 5 воронь же я буду доволен хоть даже там на секунду среднее время обновлю будет хорошо то есть синглы там минут 40 спокойно получались для меня это нормально пятерки скажем так давно не было на чемпионатах поэтому не тренировал давно все хорошо все удачно ну и соберем этап 3 на 3 этапе 3 на 3 тоже проблем никаких немножко конечно надо привыкнуть то есть ведет себя кубик слегка по-другому не как в ученых но как бы вращение крайних слоев сопоставимо с трешкой да а ученых сейчас в моей настройке такой сильно расслабленный он побыстрее будет но опять же притертый кубик не притертый это кстати немного похоже на вращение совсем немного крайних слоев на 7х7 spark есть такое более четкое вращение теперь ну как бы то что у меня слегка что-то расходится из-за моих не очень ровных рук а так я кубом доволен то есть вот у нас два скажем так равнозначных куба то есть просите меня какой из них лучше я сейчас скажу не знаю то есть я буду валк крутить активно не буду крутить как долго не знаю но буду стараться опять же это не умаляет достоинства аучанга гтсм он остается топовым кубом меня просто немножко поднадоел достиг там однажды момент когда его крайне срочно срочно пришлось чистить уже очень плохо крутился и до озаренности своей но это свеженький весь такой приятненький настроение посмотрим немножко рельсы такие на ребрах и на углах тоже я даже не знаю с чем сравнить получается да мафанга не было магнитной топовой пятерки могло единственное только умную я вообще ждал пятерку x-men но допускал мысли что первый выйдет валк и начнем с него выпустит x-men тоже куплю 5 на 5 хороший кубик отличный кубик оба отличных мы видим цвета слегка различаются возможно это для кого-то станет каким-то фактором для выбора как бы грани более плоские именно на валке если не так более выпуклые более фактурные как-то вот цвета вот так цветовая схема примерно одинаковая кубик однозначно хорош и скажем так нет у вас топовой магнитной пятерки можно смело брать есть у вас аучанг gtsm и вас он устраивает то можете остаться на нем но если у вас есть лишние деньги и вы хотите чего-то новенького как мне захотелось чего-то новенького в 5х5 я купил валк то да взяв его вы не пожалеете то есть ну по крайней мере за те 20 ну там 22-23 сборки которые я сделал я ничуть не пожалел что я его купил чего не могу сказать мегаминусе достаточно странный будет про него видео хочу покрутить побольше ну наверное где-то вот перед отъездом в Воронеж в пятницу наверное все-таки выпущу если конечно я откручу на нем достаточно сборок и все пойму пока странный очень странный мегаминкс быстрый но неконтролируемый и очень очень странный и непривычный то есть если говорить про мой предыдущий мегаминкс пока результаты сильно хуже но отвлеклись сейчас речь про пятерку следующий анбоксинг будет про киломинкс от мою аж потом про ган мегаминкс отличный кубик а из минусов что можно сказать у него чуть-чуть вот с завода расходятся вот эти детали всех надо поджать чуть-чуть ну как бы на мою такого не было ну как бы это зажал и забыл но видимо если его прям сильно ронять они будут расходиться да я похвалил кубик валк ну нет мацфолк мне не звонил денег не предлагал за это это все объективное мнение на этом все всем спасибо всем пока мацфолк мацфолк мацфолк